денис приветствую тебя привет торговая сессия среды наш традиционный с тобой эфирный период обсуждаем рынки сейчас платились на этих рынках бьет рекорды особенно это было заметно прошлую пятницу когда вышли данные по на фарм перелосы такое же интересное открытие было в понедельник поэтому в целом если взять за основу то что фондовые рынки продемонстрировали нисходящий тренд можно притянуть классическую такую аналогию что мы по сути пережили черную пятницу и черный понедельник ну вторник уже было полегче сегодня вообще позитивные тенденции уже которые больше связаны с обычным коррекционным отскоком но никак не скажем так фундаментальный он движение интересные опять же события еще более интересные перед тем как перейти к традиционному анализу сегодня я предлагаю посмотреть на индекс доллара на золото и европейскую валюту не против эту коза отлично денис вопрос тебе ты в целом как оцениваешь вот эти распродажи которые имели место быть и я скажу так как ты думаешь мы уже протестировали по этим индексом или видели но или она еще впереди многие считают что позитивная тенденция сейчас которая началась и наблюдается сегодня с азиатской сессии это как раз уже разворот особенно об этом говорят крипто энтузиасты которые теперь снова метит на исторические максимумы по биткоину так далее и якобы худшие времена позади ты согласен с этим доводом что лучше уже позади на самом деле отчасти да лично для меня в понеделек ничего такого сверхъестественного не происходило абсолютно нормальное коррекционное движение потому что финансовые рынки по сути это отражение нашей человеческой торговой в частности психологии поэтому периодически выпускать пар нужно это абсолютно нормально было то есть я честно не понял с чего вдруг столько кипиша потому что по большому счету это большие сми разогнали ту тут ту новость о том что там что-то ужасное произошло какой-то крах что там фондовый рынок потерял там за день капитализацию два с половиной триллиона только не забывай сказать о том что капитализация этого же фондового рынка в районе двухсот пятидесяти триллионов то есть потерять одного процента это далеко не рецессия и я бы не был настолько прям вот критичен в плане того что что-то ужасно произошло да коррекционные движения у нас были да нет абсолютно естественно и нормальный на любом рынке то есть сегодня тоже мы об этом поговорим более скажем точнее по цифрам то есть учетом того что рынки уже вернулись практически на свои стартовые позиции то это в принципе тоже доказывает тот факт что худшее уже позади если оно вообще было касательно крипто рынка может еще внутреннюю коррекцию нам добьют но в целом я все равно да за за продолжение роста и то же самое просматривается по остальным инструментом к тому же прс закладывает у нас более такую агрессив более агрессивное снижение ставки в этом году чем ожидалось что-то около одного процента некоторые вообще там за один двадцать пять говорят ну и честно в один двадцать пять не верю а вот в один процент в принципе могут попытаться сделать так что да и в принципе настроен вполне позитивно денис спасибо тебе за развернутый ответ давай тогда к нашим торговым идеям как раз вот меня индекс доллара я тоже со стороны прокомментирую ситуацию я кстати абсолютно с тобой согласен то что немножко переборщили с этим паническими настроениями было даже довольно странно ну да вышел отчетный фарм пэрлс да он оказался хуже чем пусть и значительно хуже чем ожидали эксперты но все-таки я не согласен с тем что на рынок прям лавины как вы и суждение о том что все теперь неизбежно рецессия пропасть и так далее посылок для этого собственно серьезных не было один отчет по рынку труда он конечно же подпортил общую картину но не нужно забывать какие показатели по темпам экономического роста были сша за первого кварта там хорошие цифры также буквально посластил пилюли отчет по активности сфере услуг сша который вышел кануне индекс восстановился точнее понедельник восстановился и выброс из зоны спада вышел зону рост сфера услуг это тот сектор который генерирует чуть ли не львиную часть экономического роста американской экономики поэтому не нужно видеть только лишь плашной негатив по общая фундаментальная картина такая что не все так плохо как глупость но хуже чем ожидали многие тоже нужно признать потому что рынок труда это не сам последний индикатор текущих экономических условий я бы сказал так что сейчас лучше закладываться под идею и вообще это наверное правильно не того что американскую экономику ждет какая-то экономическая пропасть под идею того что фрс считал эти предварительные сигналы того что картина ухудшилась и фрс будет реагировать на это более агрессивным смещением экономической политики то есть если раньше мы ожидали снижение ставки на 25 байсных пунктов то как ты отметил да теперь все есть шансы на то что ставка будет снижена и довольно высокий шанс на 50 байсных пунктов нет необходимости нужны в экстренном заседании федрезерва тоже это активно обсуждалось в понедельник и в сентябре мы дождемся опять же это заседание ставку скорректирует на 50 байсных пунктов это должно на самом деле помочь ноябре декабре будет еще заседание где тоже ставки снизить совокупности я допускаю что скорректирует на 1 процент но оценивая все-таки долгосрочные перспективы то что может произойти с американской валюты на фоне ожидания смягчения экономической политики я за идеи все-таки дальнейшего снижения хотя по индекс доллара мы так протестировали локальные минимумы которые честно говоря на текущем этапе вообще не должны были протестировать но планка 102 пункта практически пала сейчас индекс долларов установился я за то что среднесрочные долгосрочной перспективе я не берусь судить что будет там сегодня завтра может быть какой-то коллекционный отскок последует но вот этот диапазон на мой взгляд 103 104 это по-прежнему очень комфортный коридор для того чтобы открывать короткие позиции с прицелом на то что под конец года более низкая процентная ставка вероятно она будет сша уже 400 процентов конец года приведет снижение доходности американских облигаций это должно будет сказаться на ослаблении американского доллара так что касается европейской валюты 1 0 9 16 вот с точки зрения технического анализа идеально сейчас пара евро доллар ходит в коридоре и если анализировать национальный фон из еврозон то здесь ни для кого не новости каждый отчет это что-то прям совсем плохое если опять же быть реалистом наверное после всех релизов которые мы получили по еврозоне за последний месяц-два экономика яс вообще должна быть уже какой-то страшной пропасти и без какого-то света в конце туннеля но все таки это не так какие то есть стабилизаторы фундаментальные хоть и при общей негативной картине но европейская валюта это исключительно ведомый актив евро очень быстро может проигнорировать национальный фундаментальный фон и сделать все что скажет доллар в данном случае по американской валюте мы не раз убеждали что если доллар приходит в активное движение из-за высокой корреляции с парой евро доллар зеркальное отражение движение доллара по евро доллара и сейчас 1.0916 вроде как заванчиво зашортить опять же свете последних данных по уроничным продажам по активности в основных секторах европейской экономики но я бы сказал что все-таки ослабление позиционного доллара может в любой момент забросить пару евро долларов снова выше отметки 1.10 и если я уж обрисовал средние долгосрочные перспективы по доллару я бы вообще сказал то что по евро доллару нужно наверное уже привыкать постепенно к уровням 1.10 и выше и скорее всего европейская валюта там и будет котироваться ближайшие недели так а что касается золота здесь тоже мы отбились от локального уровня поддержки сейчас в принципе уже с вчерашних дня мы консолидировались в диапазоне 2 400 и на рынке остался как бы еще один незакрытый новостной пробел который образовался из-за новостей по поводу эскалации геополитической напряженности на ближнем востоке то есть все мы помним новость которая тодируется еще не концом прошлой недели о том что считанные часы до начала военной операции а ирана против израиля и скорее всего ответные меры этот новостной фон ником случае нельзя списывать сейчас со счетов если дело дойдет до эскалации конфликта роста геополитической напряженности то конечно же золото довольно быстро отыграет еще одну волну покупок роста и может даже обновить исторический максимум я сейчас по доллару и вообще с прошлой неделе исключительно оптимист я удивился когда золото сильно просел в начале недели но думаю что с этой коррекции сейчас уже практически покончено и нужно смотреть на уровне искать уровня для покупок кому тоже хочется поучаствовать в трейдинге золотом допускаю что текущее значение не больше подходит для позиций с ориентиром амбициозным на уровне две с половиной тысячи долларов за тройскую унцию так Денис вот на этих идеях когда сегодня остановлюсь давай слово тебе передай ключи пожалуйста возможно демонстрация экрана готово так отлично вижу так супер значит я в целом послушал меня мнение плюс минус совпадает с некоторыми оговорками дело в том что по евро да я ожидаю действительно прохода выше и еще на прошлом брифинге тоже говорили об уровне в районе 1 10 мы его как раз в понедельник вот так вот шпилькой буквально протестировали то есть если посмотреть на такую более абстрактную картину то мы четко видим что цена движется внутри канала причем можно сказать что это даже не не совсем как бы стандартный канал это вот таком виде у нас получается как расширенный канал вот он и протестировали очень красиво его верхнюю границу то есть всего стратегически больше смотреть то у нас получается приблизительно вот такой диапазончик есть еще и локальный уровень который был сформирован но в целом глядя вот на то как движется у нас рынок то мы видим что откаты где-то в районе процентов от 60 65 где-то в таком районе делают поэтому я бы осмелился предположить о том что данный откат могут тоже сделать приблизительно таким же по размеру и здесь у нас есть очень четкий вот он опционный хедж раз контрольная маржа 2 плюс некий сегмент накопления 3 поэтому что там всех этих факторов потому что коррекцию еще немножко могут продолжить вниз в районе примерно вот 1 0 8 80 отсюда стартануть снова вверх на перехай максимума понедельника максимум я считаю насколько могут откорректироваться это в район приблизительно 1 0 8 40 здесь даже такая еще красивая трендовая линия у нас проходит поддержки и все равно дальнейший результат вверх поэтому как ни крути при любом рассаде у меня получается на продолжение роста сейчас вот с текущих как бы выглядит немножко так 50 на 50 то есть скажем так мне не сильно прям нравится идея покупок с текущих но вот пониже хотя хотя бы с области хеджи или сделать заброс для того чтобы красиво увидеть кульминационные объемы заход крупняка было бы классно потому что пока что у нас заход крупняка разве чтобы был по продажам еще во вчерашней свече такого локального роста мы видим что по футпринту в основном распределение было верхней части свечки она практически была перекрыта вниз так что с учетом такого расклада сегодня все-таки я за тобой ниже а здесь вот будем смотреть либо вот в район 1 0 8 80 75 плюс минус либо 1 0 8 40 разница там не сильно велика так что в раскладе все равно жду на рост в противовес соответственно индекс доллара здесь в идеале конечно бы добить в район 1 точнее 103 33 плюс минус и отсюда уже скорректироваться вот так вот вниз те цели которые ставил вот изначально это в районе 100 102 28 они как раз были очень красиво взяты вот данный уровень поэтому локальная коррекция это абсолютная норма здесь она очень даже нужно а дальше через ретест и будем смотреть потому что могут еще раз попытаться скачать но здесь я не хочу пока наперед загадывать вот исходим из того какой хотя бы ближайший свинг у нас будет то есть то что ретест вниз да с очень большой вероятностью он будет но просто хотелось бы его увидеть немножко повыше от уровня который вот вот сюда добой это бывшая поддержка которая нынешнее сопротивление если сюда сделал добой то отсюда красиво сбросить вниз это будет очень классно коррелировать как раз вот с идеей на отскока от опционного хеджа по евро поэтому как по мне у них очень такая красивая корреляция вот просматривается вот но опять-таки не исключаем что могут буквально из текущих тоже снова упасть но это скорее запасного вариант я буду пока что вот мыслить на вот такой добой так и что касается золота значит а по золоту мы изначально отселился на 2 500 но в понедельник как-то мы сильно уж провалились вниз хотя вот противовес у нас и евро очень неслабо подросло индекс просел вниз нового золота тоже вместе с индексом просела ниже сейчас я вижу что у нас и активные продажи тоже заходят вот по футпринту четко видно у нас пусть даже не сильно большой объем но все-таки локальные продажи в районе 2392 с половиной у нас были плюс ко всему когда вчера корректировала цена у меня здесь была эта зонка продавцов также сочетаем с одной второй маржиналкой и я все-таки за обновление минимум то есть имеется ввиду обновление уровня 2350 а потом уже потом уже в процессе буду уточнять то есть пока что я за тобой ниже потому что от крупных объемов здесь я не вижу те которые у нас объемы были основные такие более крупные они находятся как раз таки вверху вот здесь вот в процессе проталкивания крупных точных объемов даже вот взятых отдельно по кластерам но нас тоже нет вот мы видим крупные продажи это тут что я показывал 2432 с половинкой вот сегодняшнего дня и до этого то есть чтобы вот в этой области были крупные объемы честно здесь этого я не вижу поэтому я думаю что попытаются добить а вот потом уже после этого да можно будет действительно смотреть на возможно какого-то как минимум хотя бы локального отскока особенно если мы пробьем вот эту трендовую поддержку мы один раз ее здесь вот протестировали когда она была создана и протестировали отскочили но отскочили без перекая поэтому при новом подходе к ней и соответственно пробой то мы уйдем где-то вот в эту область накопления а здесь область накопления но она весьма серьезная я бы ее выделил даже вот примерно прикинем где-то вот такой диапазон как по мне он прям идеально просматривается сейчас я вот мечу верхняя граница этого диапазона 2337 нижняя граница диапазона в районе вот 2318 плюс минус поэтому область классная это зона покупателей добой сюда как раз открыт возможность для новых покупок и я думаю что очень даже успешно кто как минимум на тестирование трендовая с обратной стороны а может быть даже на перехай и тогда все вот это вот движение которое будет сделано вниз она будет в рамках нисходящего канала это как разновидность у подвижной коррекции а потом уже соответственно на перехать потому что по опционам например если смотреть то у нас есть и хорошая граница вверху и хорошие границы внизу но вверху все-таки здесь поинтереснее 2520 где-то в ту область выглядит прям как по мне очень красиво но в идеале через тобой и не спасибо тебе за комментарии рекомендации ну что традиционно остается только следить за тем что будет на рынке на самом деле мы с тобой держим руку на пульсе и снова обсудим что на них изменится через неделю в следующую среду спасибо еще раз за то что нашел время подключился и хороших тебе трейдов до конца этой недели начали следующий тоже тебе и нашим подписчикам спасибо большое взаимно и хорошо нам отторговать надеюсь уже без черных на связи пока пока пока